Дорогие мусульмане, мы все с болью в сердце следим за ситуацией во Франции, в стране, которая провозглашает себя обителью свободы и соблюдения прав человека, страной с равными возможностями для всех. Мы видим эту кампанию, это проявление исламофобии, эту ненависть в отношении нашего пророка, алейиссаляту ассалям. И все это под прикрытием свободы слова. Все, что сейчас происходит, это реакция на один печальный инцидент. И они используют этот факт против нашего пророка, алейиссаляту ассалям. Это напомнило мне случай из Сиры, когда по поручению нашего пророка, алейиссаляту ассалям, один из подвижников направился в путь с целью разведать ситуацию, не с намерением причинить какой-то вред. Затем что-то произошло, в результате чего на территории Харама в Мекке погибли два курайшиты. Это не было запланировано, но это произошло. Курайшиты начали большую кампанию, говоря, посмотрите на этих мусульман, они не почитают территорию Харама. Посмотрите, что они сделали. Они лишили людей жизни на священной территории Харама. Так они развернули очень агрессивную кампанию против мусульман. В священном Коране Всевышний Аллах ниспослал аят о том, как вести себя в подобных ситуациях. Они спрашивают тебя о ссоре в священный месяц на территории Харама. Они спрашивают тебя о том, что случилось. Всевышний Аллах говорит, то, что случилось, это большой грех. Нельзя убивать невинного человека, тем более нельзя никого убивать на территории Харама. То, что случилось, это неправильно. Всевышний Аллах называет действия сподвижников словом «кабир», но Всевышний Аллах не останавливается на этом и продолжает, перечисляя жалобы мусульман на курайшитов. В том, что те не давали людям возможность попасть на территорию Харама, не давали возможности людям молиться Всевышнему, и что они убивали людей из-за того, что те мусульмане, а также тот факт, что они отрицали Всевышнего Аллаха, все это намного более тяжкие преступления, чем то, что совершили мусульмане. И затем Всевышний Аллах говорит, и вся та смута, которую наводите вы, окурайшиты, намного больше, чем тот случай, на который вы жалуетесь. Такова справедливость Всевышнего, и мы можем извлечь урок из этого. Мы ясно и четко провозглашаем, никому не дозволено убивать человека. Никому не дозволено подобным образом вершить правосудие в стране, где мы живем. Никому не дозволено вести себя так, словно вы вершите шариатский суд. Ведь мы живем в светской стране, и правила шариата здесь не действуют. Такое недопустимо, и мы безоговорочно, без всякого стыда и стеснения признаем этот факт. Правда есть правда, случившееся произошло из-за предоставленной политической свободы, и все, что мы можем сделать, это словами осудить данное действие. Но в то же самое время этот случай будут использовать различные политические силы, будет использовать страна, будет использовать президент, каждый в своих целях, чтобы исказить суть ислама, чтобы публиковать образы, которые будут принижать послания нашего пророка, саллиллаху алейху ассалям. По всей стране повесят большие плакаты, на самых высоких зданиях города будут висеть рекламные щиты, которые 24 часа 7 дней в неделю будут транслировать эти образы. Вновь опубликуют эти карикатуры. Критику в отношении выпуска этих карикатур будут признавать уголовным преступлением. Даже самое простое выражение негодования против карикатур сделают уголовно наказуемым действием. Во Франции сегодня уже закрылись 17 мечетей. Запретят работу благотворительным фондам, просто потому что те откажутся быть частью этой огромной лжи. Этот случай будут использовать для различного рода нарушений. Когда секретные агенты будут повсюду арестовывать людей за словесную критику подобной тактики. Пожалуйста, посмотрите, какие у них двойные стандарты. Это не настоящая свобода слова. Свобода слова царит тогда, когда меньшинство выражает свои мысли в отношении большинства. Свобода слова – это когда притесненный может выразить критику в отношении обидчика. Когда человек может сказать правду в лицо представителей власти – вот что такое свобода слова. Когда президент, когда власти и армия действуют как головорезы, то они учат собственный народ притеснять меньшинство, учат их ненависти и оскорбления в отношении меньшинства. то это не свобода слова. Это не что иное, как бандитизм. Это не что иное, как разжигание ненависти. Термин «свобода слова» никак не может быть применён в этом случае. Давайте скажем, что 7% французов – мусульмане. Не говорите мне, что 90% французов не вмешиваются и не будут отстаивать свою свободу. Наоборот, акты насилия, причинами которых стали действия мусульман, представители 1%, осуждаются миллионами мусульман всего мира. Подобная статистика существует в любом обществе, там, где действует криминал, мафия, то есть любое негативное социальное явление. Но каковым будет итог? Криминализация всей религии ислам. Уголовно наказуемым деянием станет любая критика действий правительства. Французы, кто вы, чтобы говорить нам о свободе слова? Кто вы, чтобы говорить нам о преступлении одного человека? Посмотрите на свои собственные преступления. Разве вы забыли о своём колониальном прошлом? Неужели ли вы не помните о жестокой оккупации Алжира на протяжении свыше ста лет? Миллионы людей были убиты тогда. Не один учитель, а миллионы людей. Погибли невинные женщины и дети, царило насилие, а любого, кто выступал против, привязывали к машине, возили по улицам Алжира до тех пор, пока человек не умирал. Задолго до режима Гитлера они основали концлагеря. Так что не говорите нам о свободе слова, когда вы сами не являетесь воплощением этой свободы слова. Да, убийство этого человека ужасно. И вы возмущаетесь этому случаю. Но вы забываете о своих собственных деяниях в отношении своих сограждан. Миллионы человек, у которых тот же паспорт, что и у вас, представители третьего, четвёртого поколения выходцев из Северной Африки, они живут сегодня в вашей стране из-за вас и вашей колониальной политики. Не вините их. Ведь они здесь, потому что вам нужен был их ручной труд. Вы завезли их в качестве рабочей силы после того, как колонизировали их родину. А сегодня вы дискриминируете потомков тех людей, их правнуков и праправнуков. Вы не даёте им такое же образование, как и у вас. Вы селите их на окраинах городов. Вы не предоставляете им работы. И при каждом удобном случае вы захлопываете двери перед ними. Тот случай, когда был убит учитель, не имеет никакого отношения к правосудию по нормам ислама. Но это стало прямым следствием того, как вы относитесь к исламскому сообществу. Я не оправдываю этот случай. Я объясняю контекст, из-за чего всё произошло. Нам нужно набраться храбрости, чтобы сказать это. То, что был убит человек, абсолютно неправильно. И это не имеет отношения к правосудию по нормам ислама. Но это убийство стало следствием той ненависти, которую вы проявляете по отношению к миллионам мусульман, являющихся вашими согражданами. Это не оправдание. Это внесение ясности. И что дальше? Вы только ухудшаете ситуацию. Так не поступают мудрые люди. Вы хотите, чтобы исламское меньшинство чувствовало себя ещё более чуждыми на этой земле? Вы попираете всё то, что является священным для мусульман. Это не движение к свету и добру. Я также хотел бы попросить мусульман, будьте осторожны, не впадайте в гнев. Они хотят, чтобы были ещё подобные случаи. Осознайте о мусульмане, что такова их тактика. И хотя сегодня мы говорим о Франции, но таково положение во всём западном мире и других частях света. Они ждут этого. Некоторые из них молятся о новых терактах. Они хотят, чтобы это произошло. Почему? Потому что это даст им власть на вынесение новых запретов. Это даст им возможность во всём обвинять сообщества мусульман. Нам нельзя отпускаться на их уровень. Конечно, нам всем очень больно от того, что образ нашего пророка подвергается критике. Наши сердца полны гнева и отвращения. Но мы должны действовать в рамках шариата. И на их акты ненависти мы не будем отвечать ненавистью, а взамен этого проявим мудрость. Мы будем противостоять их тактике тем, что будем соблюдать шариат. Лучшим способом защитить честь нашего пророка, действовать согласно его сунне, рассказывать людям о его послании, о том, что он был послан милостью для миров. Это единственный способ. Конечно, это нелёгкая битва, она будет длиться долго. Но если 7-8% французов мусульмане, а мусульман во Франции больше, чем где-либо в западном мире, самое большое в процентном соотношении исламское сообщество. Если мы будем верны принципам шариата, то, возможно, будут те, кто примет ислам. Будьте воплощением милости, ведь это то, к чему призывает наша религия. Это будет лучшим способом дауата, и это будет лучшим способом противостояния той агрессии, которая происходит сегодня. Дорогие мусульмане, я говорю о Франции, но тот же самый сценарий мы наблюдаем сегодня в разных странах по всему миру, и даже здесь, в нашей стране. Так что берите уроки из прошлого, учитесь на том, что происходит вокруг, и сделайте так, чтобы мы сами не стали участниками подобных печальных событий. Отвечайте на ненависть мудростью и достоинством, согласно велениям нашего пророка. Мы просим Всевышнего Аллаха даровать мусульманам Франции, а также мусульманам Китая, Бирмы, Сирии и всем мусульманам мира облегчение, которого они так давно заслужили. Мы просим Всевышнего избавить их от стресса. Да сделает Всевышний Аллах меня и вас теми, кто любит аяты священного Корана и применяет их в выборе между халялями-харамом в повседневной жизни. Да поможет нам в этом Всевышний Аллах. Ламма Аминь.